Россия нашла замену западному медоборудованию, вот сейчас держитесь за что-нибудь, Иран поможет. Об этом заявили в Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте. Иранское медицинское оборудование будем закупать, они там могут, оказывается, а мы нет. Чего? Вот именно, ведь Россия, напомню, почти 15 лет импортозамещением занималась, во всяком случае визжали об этом из каждого утюга и спускали в ту черную дыру миллионы и миллиарды. А еще у нас с 2005-го реализуется целый национальный проект «Здоровье», который-то со временем трансформировался в нацпроект здравоохранения. Планку выше задрали, и старт которому дал не абы кто, а лично Владимир Путин. Вот нашел не поленился архивную публикацию ряновостей тех лет. В ней называются цели и задачи проекта, читаем вместе, пункт пятый, например, «Удовлетворение потребностей населения в высокотехнологичной медпомощи. Для этого потребуется строительство новых центров высоких технологий. Подготовка для этих центров высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, развитие таких технологических центров будет осуществляться на базе федеральных, региональных и муниципальных учреждений, то есть на базе обычных государственных и окологосударственных клиник. Все это должно было развиваться. Заметьте, не я это предложил. Это не я только что придумал. Вот такие задачи ставились перед Минздравом 20 лет назад. 20 лет, твою мать, прошло! О, национальный проект у нас существовал по этому поводу даже, который лично Путин им курировался, про который разговоров было, на который кучу денег истратили, что имеем по итогу, а как обычно. Дырку от бублика, бабло попилили, ни хренище не сделали. О, в Иран поедем, то медоборудование закупать. Они ж 40 лет под санкциями и как-то лечатся, значит придумали что-то за эти годы. Я на самом деле не понимаю, как уже без мата комментировать происходящее, согласитесь. За 20-то лет можно было хоть что-то создать, я не говорю лучшее. Или аналог говнетное, как обожают провластные лживые Хэллоуи, ну хоть что-то. Создать можно было, что вы делали столько времени. На кой хрен этот нацпроект здравоохранения вообще был нужен? А дули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Это реальная журналистика. Врали, врём и будем врать. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, раз уж про здравоохранение говорить начали, хочу вам одно кино показать. Оно не первой свежести от 3 июля, но такие вещи всегда актуальны. А кроме того, вот лично я считаю, что это вопиющие случаи. И так в Новосибирске закрыли частную клинику 1 плюс 1. Если вы думаете, что её просто закрыли, отозвав лицензию или каким-то другим цивилизованным путём, зря. Потому что закрыли её на полном серьёзе по-скотски. Пришли судебные приставы и просто выкинули всех на улицу, в том числе лежачих больных. В том числе только что прооперированных. Внимание на экран. Мы лежим, мы больные. Вы понимаете, что мы лежим? Вы будете оказывать сопротивление к вам, будет применена физическая сила. Мы находимся в стационаре. Мы находимся в стационаре. Мы не будем приезжать, где вы дыры и отдыхаете. Да без разницы нам, мы вас предупреждали. Держим, держим, держим. Ох, надеюсь. А вы рассказали, что один дэкс не плавит. Да, да, расскажите потом. Вы приезжали по бокам, по бокам. Ну вот что-то делаешь. И за работу такая. Я в пицце, что вам не могу. Да, я. Причина банальна. Обычный спор хозяйствующих субъектов, собственник здания и арендатор, в данном случае директор клиники, не смогли договориться по деньгам. Арендодатель считает, что врачи задолжали ему за аренду. Врачи говорят, мол, сделали ремонт в помещениях, в счет этой самой аренды. И данный вопрос обговаривался высокими сторонами при заключении договора. Оно не в этом дело. Меня вот эти вот граждане в форме удивили. Они что-бы вообще нелюди, что ли? Лежачие, больные. Люди, которых только что прооперировали. Которых, по хорошему счету, лучше не кантовать. Они берут и выносят этих людей на улицу. Выбрасывают буквально. Вы давали согласие какое-то на то, чтобы вас вывозили из больницы? Нет. А под каким предлогом они вас вывезли? Под пробу каких-то статей, я не знаю. Почему они вас на улице оставили? Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не получила ответа на эти вопросы. Уважаемые подписчики, всем спасибо. Ва! На самом деле становится страшно от того, в каких мерзавцев нас превратили. Я долго искал более литературное выражение и не смог найти достойного синонима. Это скотство, потому что... Кстати, у самих этих спецназовцев ничего нигде не ёкнуло. Обычные люди, они-то в чем виноваты? Два коммерса бабло делят, а ты своих соотечественников на улицу выбрасываешь ни в чем, ни повинных пациентов. Тебе-то что с этого обломится? Орден заслуженного негодяя Новосибирской области на грудь повесят. И как ты вообще за тем землякам в глаза смотреть собираешься? Будешь блеять, это моя работа. Да нет. Подлость и малодушие это не работа, нет такой профессии. Подлость и малодушие это внутреннее состояние человека, его личный выбор. И это, кстати, не лечится. А что же в эти дни обсуждали российские государственные СМИ, в частности, под Центральным каналом, а там опять обсуждали какую-то дичь? Рассказывая пастве сказки из серии очевидные и невероятные, простите, из серии очевидные и вероятные глупости, так будет правильнее. Вот, например, на канале Россия договорились до такого, у нас, оказывается, мину умную изобрели, противопехотную, даже сделали уже, которое, внимание, способно распознавать, гражданский идет или военный, если военный, мина срабатывает. Если же на адскую машинку наступит гражданское лицо, ступай себе спокойно, добрый путник, она не взорвется, ну вот, дабы не быть голословным. Такого типа есть наши противопехотные, они вообще запрограммируемые, то есть если она реагирует, скажем, на вес и тоже на поле, если идет военный, она срабатывает, если идет гражданский человек, она не срабатывает. Вот даже такие мина у нас уже появились в нашей стране, мы их, собственно говоря, используем. Мы их, собственно говоря, используем. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Слушайте, смеялись всем госдепам или день открытых дверей в Доме печали, вот так бы я назвал данную сюжетную линию. Мы, блин, медоборудование, вон с чего начали выпуск, из Ирана переть планируем, потому что своего сделать не в состоянии, не умеем. Машины легковые у нас из Китая, а мы только шильдики на них перекручиваем. Широко разрекламированный смартфон АИ оказался не российским, дронами опять же, иранскими и китайскими воюем, хотя уж дроны-то совсем не сложная техника, но тоже не умеем. Зато мы изобрели чудо-мину, способную думать и различать свой чужой. Ага. Кому вы парите мозги? Скажи мне, басказ. Козюльский. А впрочем, умная мина оказалась еще не самым днищем, уделал всех первый канал и его новый проект «Антифейк», ведущим которого, кстати, стал тот самый чувак из Сибири, Александр Смол, наделавший в свое время много шуму, просто напомню. Если вы не любите плохие новости с утра, если вас раздражают новости политики, я вам честно рекомендую сейчас сходить и почистить зубы, потому что депутаты Красноярского законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза. Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром. Вы молодцы. Вы молодцы, законодательное собрание. Вы этого полностью заслужили. Это здорово. Вы идете правильными шагами. Это круто куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату. Спасибо. Правда, Смол уже не тот. Теперь он в Москве на первом подмахивает. Тем самым депутатам, которых недавно критиковал. Да дурачит соотечественников. Так о чем мы? Ах, о проекте антифейк. Ребята, вы не поверите, но на первом канале в этот раз на серьезных щах разоблачали якобы фейки от украинской пранкерши-сказочницы. Думаю, многие из вас знакомы с ее творчеством. Смотрите. Многие спрашивают, говорят, Люда, неужели, говорят, россияне верят в свои приколы, когда ты гонишь там, что ты жена депутата или что-то в этом роде. Наверное, скажут, ну, во-первых, меня показывали по первому каналу российскому на полном серьезе, а во-вторых, вот посмотрите на вот этого долбанца, который написал комментарий, говорит, она же вообще говорила, что Украина круглая. Сука, дятел. Ты реально нахуй думаешь? Бл***ь, ты реально в это веришь? Не выражайся! Это пипец, друзья, приплыли. Ну, все же понимают, что это пранк, троллинг, черный юмор, если хотите, все. Кроме сотрудников главного национального телеканала страны, вот они не понимают. Еще раз, они на полном серьезе потащили Оноя в эфир, где на серьезных щах что-то там разоблачали. Это программа «Антифейк», и здесь мы ведем свою борьбу против фейков и дезинформации. И сегодня с самого начала мы будем говорить о блондинках, как бы странно это ни звучало, но именно с такой просьбой обратился к нам один из наших телезрителей разобраться, что это за блондинка такая, которая выдает себя будто бы за жену депутата федерального собрания и при этом еще распространяет ложную информацию про СВО. Впрочем, прежде чем обсуждать, надо посмотреть. Я, вы знаете, в очередной раз в тупике, потому что, ну, потому что это кобздец. Вот он уровень журналистики в Российской Федерации. Ванга, всевозможные скандали эти шоу Малахов с его шизоидными гостями и даже боевые комары, все это меркнет. На фоне антифейка имени господина Смола и его хозяев, а впрочем, да продолжайте в том же духе, господа, ведь это даже хорошо может быть. Ну, потому что так быстрее аудиторию растеряете, откровенных-то идиотов, даже среди ватников немного. И, возможно, все эти зрители переключатся, скажем, на меня и моих коллег, чего я нам всем, кстати, и желаю. Все, это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok